Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Бешелах», когда уже фараон наконец-то нас послал, отпустил. Да, мы уже наконец-то вышли из Египта после длинного шоу с детьми казнями и других перипетий. Но что последнего мы делаем, когда выходим из Египта? Нет, мы не посидели на дорожку. Мы даже не устроили отвальную с нашими соседями, потому что наши соседи уже говорили, только уже евреи, уходите отсюда, забирайте все, что хотите, и мы наконец-то ушли. Мы даже не, как многие считают, испекли мацу, потому что, да, действительно написано, что мы бы выходили в спехе, и поэтому тесто не успело взойти, и пришлось выпечь его быстро, и оно не взошло, так получилось маца. Но последнее, что мы сделали, приводится в нашей недельной главе в третьем предложении. Говорится, что Муше, лидер еврейского народа, забирает мощи Юсефа из Египта. Казалось бы, ничего особенного, ведь даже те, которые сопоставят предложения из Торы, то в конце прошлой книги, в последней главе, в главе Вейхи, в конце книги Берешит, мы читаем, что Юсеф берет клятву еврейского народа, точнее, еще у еврейской семьи, что в будущем, как обещано было Всевышним нашему прородцу Аврааму, еврейский народ, выйдя из Египта, чтобы они не оставляли мощи Юсефа в Египте, а взяли их с собой, и, как мы знаем, и Юсеф похоронен в городе Шхем, в Святой Земле. Но что здесь непонятного? Во-первых, почему это последнее, что делается? Ведь это известно было, что нужно было делать. Клятва была дана. Во-вторых, почему это делает Муше? Было кому это сделать? Муше, по идее, как лидер, должен идти во главе еврейского народа. Так, по крайней мере, в кино обычно показывают. Но более еще непонятно, это один из комментариев Торы на именно этот отрывок, который пишет величайший испанский мудрец Авраам Бенезра, который обычно пишет достаточно короткие комментарии и в основном объясняет лингвистические сложности или моменты в Торе. Но здесь он раздражается огромной статьей и говорит о том, как вы думаете, как часто человек убивает убийство один-два раза в жизни. Не дай бог, если кто-то сделает это уже рецидивиз, тем более не каждый день. Клянемся, он говорит мы, каждый день и почти ровно столько же раз, сколько клянемся, мы нарушаем свои клятвы. То, что говорит Бенезр, это то, что иудаизм очень строго относится к нашим словам, к тому, что мы обещаем. Ведь не просто так в иудаизме в юриспруденции не существует палача, кто уже выполняет, выносит, так сказать, приводит в действие смертный приговор, который крайне редко был в иудаизме, по некоторым мнениям даже никогда не было. Те, кто дали свидетельские показания, которые привели к вынесу смертной казни подсудимому, они и должны привести приговор в действие. Все очень просто. Если ты готов словами убить человека, то, как говорится, отвечай за базар и будь готов сделать это и делом. Это одна из причин, почему смертные казни были такими редкими. Сегодня мы клянемся сплошь и рядом. Я уверен, каждый из вас, каждый из нас наобещал кучу всего на Новый год или на Ют-Шват, о том, что начнем диету с понедельника или, я не знаю, не будем повышать голос на близких, или будем более сосредоточенно молиться, или займемся спортом, или больше внимания будем уделять изучению Торы, сколько раз мы нарушали свои обещания. Может быть, поэтому Мушарабейну приводит этот момент выполнения клятвы данной Юсефы в самом конце. Потому что все, что нам осталось для избавления, это просто научиться держать свое слово. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok